Друзья, приветствую всех! Ну, как и обещал, да, мы в новой студии, в новой кайфовой студии. Сзади меня вот, пожалуйста, арты, которые, я думаю, вас должны, ваш глаз как минимум должны порадовать. Ну, я надеюсь, и сердечко тоже ваше, да, потому что будет приятно смотреть. В общем, ребятки, пробежимся быстренько по турниру SCA. Давал я ставку в телеграм-канале на победу Селингерея Расулова. На мой взгляд, он ничего не показал в его крайних поединках, да, он выглядел реально очень круто. Была хорошая топовая позиция в этом бою, ну, я его не узнал. Ну, просто человек был сам не свой, ну, я имею в виду не человека, а как боец. Поэтому, соответственно, принес он нам минус, но ребятки, которые находятся в моем вип-канале в телеграме, да, соответственно, поймали хороший коэффициент на победу Ибраимова. Это боец, который дрался против Гоги Шаматавы, 2,7, 2,8 там коэффициент был. Соответственно, всех с победой. В общем, ребят, на этот турнир UFC, как всегда, будут выкладываться скриншоты со ставочками в мой телеграм-канал. Поэтому, ребятки, чтобы это не пропускать, я жду вас всех в своем телеграм-канале. Ссылочку на телегу я оставлю в описании под этим выпуском и в закрепленном комментарии. Обязательно подписывайтесь туда. В общем, ребятки, сегодня мы поговорим, начнем серию новых разборов, да, на турнир UFC Fight Night. И поговорим о поединке, который пройдет в средней весовой категории, где встретятся Нусургин и Мамов. И на этот раз его оппонентом становится Хуакин Бак. В общем, здесь все по классике, по традиции. Поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры. Ну и, конечно же, к концу выпуска подыщем вариант доставок. Погнали к разбору. Итак, ребят, давайте начнем этот разбор с Нусургина и Мамова. Это уроженец Дагестана, да, который в возрасте примерно там 8-9 лет переехал во Францию. Ну и, соответственно, выступал преимущественно он во французских, да, оригинальных промоушенах. В какой-то момент, а именно в 2020 году был подписан сильнейший промоушен мира. Соответственно, в UFC, да, встретился против Джордана Уильямса, да, которого смог победить очень уверенно. Соответственно, единогласным решением судей тогда одержал победу. Ну и на следующий уже поединок вышел против Фила Хоуса, довольно-таки неплохого борца, да. Ну и, соответственно, Фил Хоус максимально, максимально просто, ребят, засушил этот поединок. Все, что делал Хоус, это стоял, точнее, контролировал возле сетки в клинче Нусургина. Не давал тому вообще ничего сделать. При этом сам ничего не делал, да, не работал. В третьем раунде чуть не улетел в нокаут, да, там Нусургин очень плотно разрядился. Но тогда, к счастью для, соответственно, Фила Хоуса, он смог выжить и одержать победу большинством судейских голосов. Хотя бой был очень близкий и, ну, это был не бой, это был, я даже не знаю, это тяжело назвать поединком, да, когда ты на протяжении 15 минут контролируешь возле сетки своего оппонента, сам не работаешь и ему ничего не даешь делать. В общем, кстати, я разбирал поединок у себя на YouTube-канале. Тогда я выбирал в качестве победителя Фила Хоуса. Он шел небольшим андердогом, по-моему, за 2.05, где-то, может быть, за 2.10. В общем, ставочка на тот момент тогда прошла, поэтому всех, кто ее брал, а я знаю, что ее брали многие, все, как говорится, поздравляю с победой. В общем, после этого поражения Имабов встретился против Яна Хейниша, которого смог финишировать во втором раунде техническим нокаутом. В принципе, преимущество его было видно уже с первых минут в этом поединке. Этот бой я тоже разбирал на YouTube-канале. Тогда я выбрал в качестве победителя как раз-таки Имабова. Да, коэффициент на него был, по-моему, 2.3, что ли. Примерно такие цифры были на него. Ну и, соответственно, мы сами все знаем и сами все прекрасно видели. Ну и, соответственно, крайний поединок Имабов провел уже против Эдмена Шахбазяна, да, где одержал уверенную победу техническим нокаутом во втором раунде. Вот тогда я притапливал за Шахбазяна, да, думал, что все-таки есть у него шансы, но, соответственно, были местами у него там возможности для того, чтобы одержать победу, но ее он так и одержать и не смог. В общем, во втором раунде залез Имабов в боковой контроль, да, и, соответственно, финишировал градом локтей, накормил своего оппонента, и рефери просто был вынужден вмешаться, потому что лицо Шахбазяна было просто разбито в хлам. В общем, резюмируя все то, что я сказал, переходим к бойцовским качествам, да, соответственно, Имабов это преимущественно ударник, который, кстати, тренируется в одном тренировочном лагере вместе с бывшим чемпионом организации UFC тяжелой весовой категории Сирилганом, да, под руководством того же тренера. Видно, в принципе, что как боец он растет, как я уже сказал, преимущественно это ударник, который в стойке чувствует себя комфортно, который хорошо работает на контратаках, также хорошие атаки, быстрые руки, быстрые ноги, есть, конечно, минус в стойке лично, то, что я увидел, это то, что он пропускает огромное количество лоу-киков, да, и, ну, пока что никому не удавалось отключить переднюю ногу Имабову, да, но в любом случае это звоночек, и это нужно держать у себя в голове, и этот момент ему нужно, с этим моментом ему нужно что-то делать. Что касается борьбы, у него хорошая защита тейкдаунов, его крайне тяжело перевести в партер, если вдруг его переводят, да, то он ищет возможности, как показывает практика, как показывают его поединки, он находит ту самую возможность для того, чтобы подняться из борьбы в стойку, да, и уже работать там максимально комфортно. Кстати, вот в крайнем поединке против Шахбазяна он продемонстрировал, что он сам может бороться, он умеет накидывать удушающие приемы, да, ручные треугольники, кстати, Шахбазяна он накидывал, по-моему, два раза или три, если я ничего не путаю, и, соответственно, не смог довести их до логического завершения, но в любом случае моменты опасные, и это моменты, которые приносят плюс уже в ходе поединка. Что касается его кардио, дистанция в 3 по 5 для него выполнима, поэтому по бензобаку, как говорится, у меня никаких вопросов нет. И переходим мы к сопернику Имавова, это Хуакин Бакли, боец, который в своем крайнем поединке действительно удивил многих, да, ну и плюс еще занес огромный, огромный плюс моим ребятам с VIP-канала, я давал ставочку на него, он встречался против Альберта Дураева, победил его, соответственно, тогда Бакли расценивался букмекерскими конторами как сумасшедший андердог, коэффициент на него был, по-моему, 3.05, соответственно, забирали мы его, да, сделали жирный плюс, ну и многие тогда писали, помню мне в комментариях, о том, что типа нет, Дураев его на изи пройдет, в общем, я не говорю, что я там капитальный такой красавчик, да, просто плюс есть плюс, и тогда не до конца я понял, почему букмекеры выставили коэффициенты вот именно так, что Дураев шел за 1.3, а Бакли за 3.05. В общем, поехали с Бакли, это боец, который в качестве профспортсмена дебютировал в 2014 году, кстати, до момента, когда он начал заниматься единоборствами в средней школе обучаясь, он, соответственно, занимался борьбой, да, очень в юном возрасте, по-моему, в 6 классе, если я не ошибаюсь, он потерял мать, воспитывался бабушкой, соответственно, да, и после того, как закончил школу, исполнилось 18 лет, решил попробовать себя в ММА, перешел, дебютировал, кстати, по профессионалам выступал в хороших промоушенах, топовых таких, да, например, как Беллатр, где провел 5 боев, 3 победы, 2 поражения, кстати, из тех боев, которые он провел в Беллатре, проиграл Логану Сторли, мы знаем, да, что в данный момент это боец, топовый боец организации Беллатр, после этого, кстати, поражение, да, в Беллатре он перешел в организацию ЛФА, которая является трамплином для попадания в сильнейшую лигу мира в UFC, да, в ЛФА провел 2 поединка, как я уже сказал, и, соответственно, 2 поя там выиграл досрочно техническими нокаутами. В общем, попал он в организацию UFC, встретился он против импы Касанганая, шел андердогом за коэффициент где-то 3,5, в общем, мало тогда кто в него верил, да, я этот поединок вообще, по-моему, я его не разбирал тогда на тот момент, в общем, первый раунд прошел конкурентно, близко, а вот во втором раунде Бакли нас удивил, да, в моменте, когда Касанганай поймал его ногу, Бакли свертуханно заедил сумасшедшую бомбу и просто наглухо, нахрен потушил свет Касанганаю, одержал победу, тогда хайлайты того нокаута облетели все социальные сети, получил бонус 50 тысяч долларов, там, подписчиков в инстаграме у него прибавилось, да, у него там на момент дебюта в UFC было что-то около 8 тысяч подписчиков, сразу же, там, порядка 100 или 150 тысяч к нему прилетело в инсту, запрещенную в России, да, сразу напомню, вот, ну и, соответственно, после этого начали ему повышать оппозицию, да, против Джордана Райта встретился, его финишировал, дальше встретился против Алисео Декирика, на удивление многим проиграл, улетел в нокаут в первом раунде от хайкика, да, это, блин, я вот так за голову взялся и думаю, что это такое, ты, как бы, набираешь ход, да, и проигрываешь вот так вот брутально, а все из-за чего? Все из-за того, что Бакли, боец, который от хайкика уходит, не то, чтобы там наглухо перекрыться, да, либо просто отойти чуть назад, то есть разорвать дистанцию, на тот момент, что он делал, он он почему-то под хайкик решил подсесть, ну и, соответственно, подсел не до конца, не глубоко, да, и черканул тогда нога Декирику, и, соответственно, в нокаут улетел Бакли. В общем, после этого встречался, в принципе, он с хорошей, ну, как с хорошей, ну, начали ему опять повышать оппозицию, до того момента, как он встретился с Аройрой, да, которого победил, там вопросов никаких нет, соответственно, следующий поединок он провел против Аблуразак Аль-Хасана, выиграл его с плитом, вот здесь как раз-таки я говорю о том, что ему начали оппозицию, да, поднимать. Многие тогда были не согласны с решением, потому что я помню и комментарии, да, и читал, и, в принципе, по ходу поединка было видно, там, очень сильно по кардио еще, соответственно, Бакли просел, особенно в третьем раунде, то есть третий раунд он вообще отдал в одну калитку, но, в общем, судьи решили именно так, что Бакли сделал больше в этом поединке, соответственно, с плитом отдали ему победу. Ну, и крайний поединок, как я уже говорил в самом начале, провел против Альберта Дураева, никаких шансов там, он не оставил Дураеву, и во всех раундах смотрелся отлично, показывал хорошую защиту от тейкдаунов, в стойке нанес колоссальный ущерб Дураеву, ну, и на третий раунд Альберт уже просто не вышел, потому что глаз у него закрылся, серьезная травма, ну, нет смысла рисковать здоровьем, да, лучше его сохранить, но там все равно было понятно, что у Дураева и борьба, в принципе, не шла, да, и смысла никакого нет, не было в том, чтобы выходить на третий раунд. В общем, переходим мы к бойцовским качествам Бакли, это сбалансированный универсальный спортсмен, который имеет хорошую защиту от тейкдаунов, сам может, в принципе, побороться, но, опять же, все это работает до того момента, пока он не просел по кардио, как это было, да, против Альхасана в поединке, потому что там он устал, и уже никакой защиты ни в стойке, ни в борьбе речи, и быть не могло, ну, в принципе, здесь и понятно, да, что когда боец подсаживается по функционалу, то все его лучшие, как говорится, качества уходят на второй план. Вот, как я уже и сказал, может сам побороться, да, но, опять же, все зависит от уровня борьбы его оппонента. Кстати, Дураев, по-моему, один раз смог Бакли перевести из, там, трех, четырех, пяти попыток, и то, в принципе, тот перевод не увенчался никаким успехом, там, немножко поконтролировал Бакли, точнее, Дураев Бакли поконтролировал, да, и, в принципе, каких-то серьезных, скажем так, дивидендов из этого извлечь не смог. В общем, переходим к ударной технике, вот здесь как раз-таки Бакли опасен, нокаутирующая мощь присутствует. Да, это боец немножко такой корявенький, но из-за того, что он как раз-таки корявый, да, не самый, скажем так, техничный, в этом он является очень опасным в стойке, да, нужно быть предельно внимательным с ним, да, потому что тяжелые удары имеются, серийная работа также присутствует, в общем, в стойке это опасный боец, от которого порой не знаешь, чего можно ожидать. Что касается его кардио, как я уже сказал, при высоком темпе, к третьему раунду он подсаживается, и уже все его, скажем так, сильные стороны уходят на второй план. Итак, ребят, переходим и прогноз на этот поединок, давайте взглянем на коэффициенты букмекерских контор, здесь у нас за 1,4 идет и мапов, в то время как Бакли опять идет в очередной раз за трешку, ну, плюс-минус, там, 3,3,0,5, да, в разных конторах по разному, может, где-то 3,15, да так, в общем, блин, ну, типа, серьезно, какого хрена такой коэффициент опять на Бакли? Ну, почему, почему вы его недооцениваете? Ну, вот в крайнем поединке, ладно, ладно там с Касанганаем, да, когда непонятно, вот пришел чувак, он дебютант, давайте на него там 3,5 поставим, хрен с ним, типа, хорошо, окей, все, тут он выходит и панчнул Касанганаем, ну, как бы вопросов никаких нет. Едем дальше, опять выходит против, как я уже сказал, Дураева, опять андердог за 3,0,5, там, ну, в конторах по-разному, короче, за трешку. Почему? Вы сами видели тот поединок, там бой был, ну, конечно, сказать, что в одну калитку нет, ну, вот, примерно к этому все дело и шло. Почему кэфы выставили так букмекера, непонятно. Здесь такая же ситуация, да, здесь опять Бакли идет за 3 с плюсом. Почему? Вопрос. Потому что турнир во Франции, потому что местный боец выступает, да, потому что и Имавов, это спортсмен, ну, как бы, да, он родился здесь в России, в Дагестане, да, но, как я уже и говорил, с раннего возраста живет во Франции, тренируется там, ну, считается местным бойцом, вопросов никаких нет. Только ради этого, только, ну, потому что, да, местный боец, ну, не знаю, если, ну, здесь еще опять надо понимать, что Имавов, да, это спортсмен, который входит в топ-15 и, по-моему, если не ошибаюсь, 12-ю строчку занимает в среднем весе. Вот. В принципе, давайте пробежимся по главным аспектам, по ключевым, и пробуем разобраться и понять, а действительно ли должен тут идти таким фаворитом Имавов. В общем, если мы говорим про ударную технику, то я бы не сказал, что здесь Имавов лучше, потому что серийно работает у нас Бакли. У него классная серийная работа, да, он где-то промахивается, где-то допускает ошибки, кстати, на которых, в принципе, Имавов может его поймать, потому что, как я говорил ранее, у Имавова, у него хорошие контратаки, да, то есть в моменте, когда на него идет атака, он не просто уходит назад, он это делает с ударами, плюс использует боксерские фишки, да, при, на уклонах, я имею в виду, да, там, сайдстепы, то есть вот эта работа у него действительно очень крутая, поскольку он является базовым ударником. Здесь, опять же, сказать, кто лучше в стойке, ну, я бы не рискнул, я бы не рискнул говорить, что там, например, Насрудин, да, лучше или лучше Бакли, нет, я бы здесь поставил 50 на 50. Что касается борьбы, опять же-таки, да, здесь тоже все очень близко, ребят, все очень близко, и я думаю, что Небакли, ни, скорее всего, Насрудин вряд ли будут бороться, скорее всего, этот будет, этот поединок будет проходить в стойке. Что касается оппозиции, то, опять же, ну, плюс-минус она у них одинаковая, плюс-минус, да, за исключением, конечно, если можно сказать, допустим, у Имавова, да, у него был Хейниш, который входил в топ-15, Шахбазян, который, по-моему, восьмую строчку занимал, ну, мы уже поняли, да, что Шахбазян, это боец, там, плюс-минус на полтора раунда. Дальше он по кардио проседает, и все, и, в принципе, в крайних его поединках мы видели, что с ним случается. Если он, конечно же, не патчнул никого. Может быть, там, оппозиция плюс-минус на его сторону, небольшой такой, скажем так, если в процентовке говорить, то там где-то, типа, там, ну, пусть будет 55 на 45 в пользу Насурдина. Вот, что касается кардио, то, опять же, вот здесь Насурдин мне нравится больше, да, потому что я уже говорил, бакли просаживаются при плотной работе, при хорошей работе в стойке, при хорошей работе в борьбе, бакли по кардио потихонечку просаживается, вот. К третьему, ну, опять же, к третьему раунду, да, ну, в принципе, что ему мешает забрать первые два и третий раунд отдать? Да, я думаю, что ничего. В общем, ребят, здесь с конторами, с букмекерскими конторами, с коэффициентами, точнее, я не согласен. Да, я считаю, небольшим фаворитом должен идти и мавов, но, но никак не за 1,4, ну, за 1,7, за 1, там, ну, минимум 1,6, ребят, минимум 1,6. Вот такие цифры я бы хотел на него увидеть, но никак не за 1,4. В общем, я так поговорялся, посмотрел, в принципе, можно рассмотреть два варианта для ставок, да. Кто хочет рисковать, пожалуйста, фаворит, да, в принципе, на сурдин и мавов, ну, пусть будет, выберем его, да, в качестве фаворита. Ну, опять же, я сказал, как я и сказал, да, коэффициент на него низковатый, я бы, в принципе, на него побольше дал. Ну, а так, я думаю, что, в принципе, в стойке он должен быть поинтереснее, потому что он базовый ударник, и при всем при этом в стойке он очень хорошо работает. Он думающий боец, он понимает, как нужно бить бакли, в основном берет, в первых двух раундах, как он, в основном он их забирает, он берет, во-первых, темпом, во-вторых, он просто выбрасывает огромное количество ударов. На сурдин работает не так, он работает, скажем так, более-менее наверняка, да, то есть видит где-то брешь в обороне оппонента, туда забрасывает, ну, и опять же, контратаки у него тоже очень хорошие, которые приносят ему плюсы, его копилку. В общем, здесь я выбираю в качестве победителя на сурдина Имавова, и также думаю, что плюс-минус за такой же коэффициент 1.5 можно рассмотреть такую ставку, как тотал, больше полутора раундов. На риск можно посмотреть тотал больше двух с половиной раундов, там коэффициент где-то 2.10, вот это, кстати, уже достойные цифры, но опять же, это на риск, если говорить о том, какую бы ставку заменить на Имавова, да, то я предложил вариант тотал больше полутора раундов в организации. В букмекерской конторе, точнее, фонбет, тотал больше полутора, это значит, что второй раунд должен начаться. В общем, вот такие вот у меня мысли по поводу этого поединка. Ребята, интересно послушать, что вы думаете, пишите все свои мысли, все свои прогнозы в комментарии, не забывайте подписываться на YouTube-канал, также прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем пока, и хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok